Премьер-лига Премьер-лига Поэтому лень дотянуться до пульта, чтобы переключиться на другой канал. В эфире финал открытой московской Премьер-лиги, который со всей логичностью поставит точку в сезоне под названием «КВН, который будет». Нарушая церемониал сложившейся столетиями, мы начнем нашу игру не с представления команд, а с представления жюри. Ведь именно наши судьи будут сегодня своеобразной изюминкой игры. Итак, впервые без Александра Цикала встречаем Гаррика Мартиросяна. Популярный телевизионный ведущий и актер Дмитрий Нагиев. Следующего члена нашего жюри долго не пришлось уговаривать прийти, ведь он любит «КВН», и мы отвечаем ему взаимностью. Леонид Ермольник. Многие современные фильмы знают прежде всего по ролям, которые сыграл этот популярный актер Михаил Ефремов. Ну и какая свадьба без баяна, дамы и господа, кинорежиссер Юлий Гусман. Приятно, что члены нашего жюри не только любят «КВН», но и любят себя в «КВН» и каждый раз с удовольствием проявляют себя. Замечательно, но мы с вами на самом деле наблюдаем тот редкий случай, когда наши жюри совершенно не знакомы с командами, стоящими на этой сцене, да и командам эти лица в качестве членов жюри очень мало знакомы. Кстати говоря, о командах. В сегодняшнем финале принимают участие мужская сборная Кубанский государственный аграрный университет Краснодара. Команда из Красноярска «Виосипед». Команда «КВН» «Даст Тестфак» «Яргу» Ярославского государственного университета. Команда «КВН» 25-я сборная Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Ну и наконец две команды, которые весь сезон помимо своей боли участвовали в таком заочном соревновании. Ведь первая из этих команд представляет ВУЗ, родной ВУЗ вашего покорного слуги. Это команда «КВН» «МГИМО» «Пара по парам». И команда, представляющая ВУЗ «Альма-Матер» президента нашего клуба Александра Васильевича Маслякова. Привет, пап! Команда «КВН» «Визит» Московский институт инженеров транспорта. Итак, выиграем сезон, тема которого ВУЗ «КВН», который будет. Но оно все логично, ведь чемпион премьер-лиги получает право участвовать в высшей лиге сезоном 2010 года. Первым получает это право. Так что командам перед началом игры я хочу пожелать встречаться с жюри высшей лиги в следующем году уже на регулярной основе. Спасибо! И самое время прозвучать заставки первого конкурса. Приветствия! Итак, приветствия. Ну, учитывая серьезный, солидный состав нашего жюри, мы решили назвать приветствие встреча на высшем уровне. И, представляя первую команду, можно сказать, что из Красноярска в Москву даже на велосипеде добраться очень тяжело. А эти ребята добрались до Москвы и даже до финала на такой конструкции, как «Виосипед». «Виосипед!» «Красноярск!» «Встречай, Москва!» «Красноярск на высшем уровне!» О, ничего себе встреча на высшем уровне! Пацаны, мы в вышке! Вова, с чего ты взял? Ты в жюри смотрел? Там Гусман. Я думал, это кожомые станции спортивные. Ну, поправился за лето, но с кем не бывает. Леха, скажи что-нибудь. Уважаемый Леонид, моя мама вас очень любит и не пропустила еще ни одного выпуска «Поле чудес». Это не тот Леонид, Леха. Не, а так-то похуй. Ну, все, хватит. Ну, так стоять тоже нельзя. Давайте начинать. Ну, тогда, как говорят в высшей лиге, главное не победа, а главная победа в финале. Давай, друзья! Иди в начало ситуация, которая произошла в кредитном отделе. А, здравствуйте. Я бы хотел оформить кредит. Хочу бы искать вот такие уникальные массажеры для головы. Извините, нам это не интересно, это чушь какая-то. Так, всем стоять! Это ограбление! Ну-ка бы! А теперь многим знакомая ситуация. Парень разговаривает по телефону со своей девушкой. Алло, а я тебя целую с головы до пяточек, потому что ты моя вторая половиночка. Здорово! А ты мой маленький белый пушистый котеночек. Я тебя очень-очень сильно люблю. А ты меня любишь? Ага. А как ты меня любишь? Ну, нормально. А ты меня целуешь? Ага-ага, и чё? А куда? Ну, по-разному. Тебе что, сейчас неудобно со мной разговаривать? Да почему? Почему? Я же говорю, целую тебя в шейку, а ты меня. Ага-ага, и чё? Если женщина хочет поругаться, она обязательно этого добьётся. Итак, представьте обыкновенная семейная пара. Дорогой, я красивая. Ой, солнышко, ты у меня самая красивая. Как я могу быть красивой? Я 15 минут назад проснулась. Ты что, меня обманываешь? Зачем мне делать это, королева? Допустим. Ой, извини. Да ничего страшного. А ты ничего не замечаешь? Нет. А я серёжки для кого надела? А, это те, которые я на 8 марта подарил, да? Ай-яй-яй. А завтра приедет моя мама, она будет жить у нас месяц. Что, ты против? По глазам вижу против. Ну против же, но... Не пусть живёт. А где, если не у нас? Родной ведь человечек. А-а-а. Да. А-а-а. 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 Чё, стерва, бесишься? А-а-а. А-а-а. Маленькая девочка играет в куклы. Здравствуй, Барби. Здравствуй, Кен. Проходи, пожалуйста, в мой домик. Мы будем пить с тобой чай. Интересно, а что у тебя там по топикам? А ты дурак, ты дурак, ты дурак. Мама, скажи ему, что он мне мешал в куклы играть. Прости меня, Кен. Это был мой старший брат имбецил. А сейчас, если ты действительно хочешь посмотреть, что у меня под топиком, то смотри, пожалуйста. Нет, 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 Барби. Я не хочу смотреть, что у тебя под топиком, потому что я сторонник серьёзных отношений. Нет, потому что я Кен, и я Ген, и я Ген. Я ты дурак, ты дурак. Подходит к концу наша встреча на высшем уровне, а мы до сих пор не уделили внимания Дмитрию Нагиеву. Но не мы первые, не мы последние. Пишу тебе песни И время лететь быстрее Сейчас вы своими глазами увидите, что от армии можно косить по-разному. На сцене мужская сборная. Краснодар. Добрый вечер, уважаемые друзья! Вас приветствует настоящая мужская сборная. Команда, которая шутит за мужиков, чтобы девушки нас понимали. Мужская сборная! Воу-воу-воу-воу, мужики, что происходит? Дима, финал, встреча на высшем уровне, надо как-то меняться. Вы что, с ума сошли, что ли? Мы же с вами весь сезон мужская сборная... Я ждала тебя, так ждала. Ты думаешь, что ли? Че вы ржете? Вам наживете у нее и ржете? Борщ ее едите и ржете! Люба, че вы выперлись? Дим, да мы все прекрасно понимаем, что ты с ней только из-за прописки. Да поймите вы, люблю я ее, люблю я эту московскую прописку. Это они замазывают свои синяки нашим тональным кремом. Мужская сборная! Не будет с нами грусти и тоски, давай за бубени вперед, мужики! И так представьте себе на одной из улиц Москвы. Так покажи мне страсть, играй лицом, ты тигр, ты лев! С первого сентября в России разрешено снимать на видео сотрудников ГИБДД. Ну хоть штуку дай! Э, пацан, как звать? Аванес. Аванес? А мобила есть? А зачем тебе? Если ты еще не знаешь, то узнаешь прямо здесь бесплатные звонки и СНС-бонусы за Аванес. Мобила, пыль! Аванес! Дорогие друзья, в последнее время в России очень популярны экскурсии, потому что у нас их проводят на высшем уровне. Мужик не мужик, если не ездил в Геленджик. Посети Челябинский сталилитейный завод, плюнь будущую ладу-калину. Увлекательные экскурсии, посети Саранск, пожалуйста. Русская Италия! Посмотри на падающую администрацию Твери! Полеты на Дельтаплане в Крыжополе! Ополя, ополя, все виды Крыжополя! Мужик! Ну, и в конце хотелось бы сказать. Мы, конечно, понимаем, что нам сегодня будет очень тяжело, так как играют команды, представляющие вузы Александра Васильевича и Александра Александровича. Поэтому зачитываю приказ. Зачислить Юлия Соломоновича Гусмана на первый курс Кубанского государственного аграрного университета. Вот теперь поборемся. С вами была мужская сборная! Продолжаем конкурс на сцене КВНовский челлаут. Команда КВН даст из факт Ярославль. Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь концертный зал Академический, вновь КВН и вновь вместе с вами ребята из Жемчужины Золотого Кольца России. Встречайте Вадим, Михаил, Виталя и, конечно же, Роман. Привет! Роман-реквизитор. Но у нас же никогда не было реквизита. Ну и Роман не всегда вменяемый. Организаторы сегодняшнего мероприятия предложили тему приветствия «Встреча на высшем уровне». Но на нашем внутрикомандном голосовании победила тема «Играй как дома», «Чувствуй себя как дома». Короче, играй, не напрягайся вообще. Итак, к делу. Кто бы выиграл финал? Я. Здесь. О, невероятный настрой, бойтесь соперники. И что же нам... И что же нам нужно для победы? Миниатюры. А ну-ка, выключите музыку. Хочу, чтобы первая тупая подвяза прозвучала в тишину. И что же нам нужно? Миниатюры. Начало учебного года посвящается отец и сын на школьной ярмарке. Идем. Папа, а почему ты меня так неестественно держишь? Как зачал, так и держу. Здрасте. Нам учебники за седьмой класс. И экономика за третий. А что это у вас экономика отстает? Ну, как в стране, так и в школе. Ну, какая серьезная шутка. Сколько с нас? Все вместе 4 700. Че так дорого? А че дорогого? Алгебра 300, физика 250, этика 400. Не надо этику. Бедные, экономите. Семья милиционера, не пользуемся. Дневник нужен? Дневники есть у вас? Конечно, огромный ассортимент. Вот, Ранетки, Кадеты, Путин, Папины дочки, Мартиросян, Токио Хотел. Какой вам? Я свой выбор сделал. Сын выберет. Токио Хотел. Путина давай. Впервые в истории нашей команды номер с реквизитом и реквизитором. Итак, Чебурашка и Гена, обычный московский двор. Мы строим детские площадки. Парни. Парни, вы че, на космолете тюс ограбили? В смысле? Че это за бред? Где присущий нашей команде социальный подтекст номера? Давайте все заново будем искать. Мы, Чебурашка и Грогодил Гена. Мы строим детские площадки. По ночам строите. Почему по ночам? Готовим сюрприз для детей и их родителей. А судя по накладной и котловану для налоговой и градостроительного комитета. Продолжайте. Чебурашка, Гена. Стой. Почему так позитивно? Ты, видимо, не понимаешь своего образа. Кто ты? Простой житель дома. Нет. Ты пожилая женщина с пятью котами и копеечной пенсией. Так сказать, сгусток народного гнева. Спроси, кто их финансирует. Кто вас финансирует? Злее. Вы по нацпроекту или вас финансирует муниципальный бюджет? Муниципальный бюджет. Абсурдное вранье. Вас финансирует Ваграм Ашотович. А он кто? Армянин. Соответственно, не врем. Отвечаем по нацпроекту. Идеальный социальный номер. Конечно, мы же социальная команда. Вот и подходит к концу наше последнее в этом сезоне приветствие. Наверное, кто-то хотел что-то сказать. Ну, давайте тогда по очереди в порядке значимости в команде. У нас есть своя иерархия. Виталя, начинай. Это что, я самый ущербный, что ли? Нет. Вообще-то я имел в виду, что ты самый значимый. Но раз уж на то пошло, ущербный, так ущербный. Роман. Чего? А ты что, крокодила не снимаешь? А что вы шапки не снимаете? Снимем. Обязательно снимем. Вот только скажем последние слова и снимем. Миша, давай. Большое спасибо нашим болельщикам. Спасибо большое нашему звукооператору Ксюше. Ксюша, выйди на сцену, пусть мама увидит, что ты действительно играешь в КВН. А мне разонравились эти натянутые откровения. Дорогой наш фронтмен, Гриша, Неужели ты не видишь своими красивыми персидскими глазами? Что в зале сидят свои люди? И раз уж мы решили создать атмосферу единения между зрителем и артистом, Нужно сказать что-то отсюда. Ну ладно. Как говорил один кулибратский москонг, Слышишь? Почему ты все время говоришь этот бред? Потому что я не хочу, чтобы нас воспринимали слишком серьезно. На сцену готова выйти самая титулованная команда этого сезона, Ведь они единственные прошлогодние финалисты, Которые не попали в высшую лигу. Впрочем, если ситуация повторится, мы не расстроимся, Ведь нам хорошие команды тоже нужны. 25-е. В Воронеж. В финале играет команда визит. Еще здесь играет, еще здесь играет, еще здесь играет, Еще здесь играет команда визит. А так же играет, а так же играет, а так же играет Ярославль до свист-па. Достала вас песня, достала вас песня, Не надо, в финал было брать шесть команд. Команда КВМ-25 здесь тоже играет. Поехали! А прямо сейчас встреча на высшем уровне двух идеальных жен. Ой, привет. Привет. Че такая уставшая? Дань, ну мы же вчера на рыбалку уехали. Ну ты представляешь, сколько хлопот. Вчера встала, пока земля влажная червей накопала. Средних? Ну чтоб крючок закрывала. Потом думала, надо же лодку посмотреть. Ну надула, ванну опустила, спускает. Ну я латочку из велосипедной шины вырезала. Обезжирила? Естественно. Вот, подклеила. Думаю, что ж с собой берут? Посмотрела. Ань, ящик водки, палка, колбасы. Семь здоровых мужиков. Ну пошла еще 15 бутылок, взяла сигарет. А пиво? Ой, Ань, да я думаю, ну что, все равно пьяный в деревню баб поеду, тускать возьму, правильно? Ну он уехал, я что-то подумала, надо идти на театральный курс записываться. А то прям чувствую, я все время в постели, как неубедительно. Юль, ты ему про ребенка-то сказала. Ой, Ань, ну какой ему ребенок? 30 лет, сам еще ребенок. Думаю, рожусь я тихонечко, у бабушки поживет, в школу пойдет, там видно будет. А ведь он тебе изменяет. О, Господи. Ты куда? Да, надо же его любовнице позвонить, сказать, что он сегодня не придет. А то он забудет, как всегда, она же малолетка. Ну что, психанет, ничего не понимает, бросит его. Друзья, мы продолжаем, и следующая наша встреча далеко не на высшем уровне. И со мной согласится каждый, кто хотя бы раз в жизни вызывал скорую помощь ночью. Здравствуйте. Полис. Ой, я не знаю, я недавно в этом районе живу, куда-то было. А, вот он. Нашла. Что болит? Уже ничего. Просто пока вы ехали, таблетка подействовала. И что, нельзя было позвонить, сказать, чтобы мы не ехали. А я думала, вы и не едете, я же вас вчера вызывала. Видала. А вообще живот болел, может у меня аппендицит. А я знаю, может и аппендицит. Вообще. На, мерь. Давай. А сколько там? Нормально все. Так, выйди, я ее смотреть буду. А это мой муж. И что, он меня раздражать перестанет. А что вы грубите, а? О, я смотрю, тут все в порядке. Только зря деньги потратили, ехали. Вообще-то у нас бесплатная медицина. Слышь, умная, у нас и образование бесплатное. Чего ж ты учителей не вызвала? Все. Здравствуйте. В эфире передача «Контрольная закупка». И сегодня мы будем тестировать сыр Дордлю Воронежского молокозавода. Так, стоп. Я извиняюсь. Светлана Владимировна Листова, заместитель главы Воронежской области. Так, девочки. Вы уже пять минут на сцене, а про губернатора ни одного слова. Область никак не представлена. Вы вообще свои сценки с кем-нибудь утверждаете? Нет. Оно и видно. Александр Васильевичу не понравится, что вы так, как и Вене. Александру Васильевичу Протопопову? Александру Васильевичу Маслякову. Ой, голову мне не морочь. И вообще, мы решили вашу команду сократить. Нет, вы что, подождите. У нас в команде никого нельзя выгнать, понимаете? У нас каждый важен. Вот эти девочки, они танцуют. Наташа, Аня, Рыжая, Стасик. Вот эти дети нужны нам для номеров. И люди, которые отвечают за то, чтобы дети не росли. Это воронежские готы. Они еще не понимают, что надо делать, но собрались и уже молодцы. Понимаете? Здесь как бы каждый важен. А я? Ой, подождите, а вы кто? Ну, я вам на станции сказал, не берите эти беляши, они вчерашние. А, нет, вы не важны. Ну, подождите, я как-то из Росоши ехал, у меня двое детей и жену недавно сократили. Ну, не знаю, ну, категория средней важности вас устроит? Да. Хорошо. И мужчина, который спас нас от беляша, и Света, который играла главу администрации. Ведь все вместе мы одна команда. Ну, и, собственно, зачем сейчас весь Воронеж вышел на эту сцену? Понимаете, перед отъездом губернатор сказал, что если мы не выиграем, то обратно можем не возвращаться. Ну, и сами понимаете, ни один воронежец не мог упустить такого шанса остаться в Москве. Спасибо. Спасибо. Еще одно приветствие на сей раз в исполнении команды «Пара по парам» МГИМО. Добрый вечер. В финале все должно быть на высшем уровне, поэтому сегодня нам приехал помочь главный наставник всех умников и умниц МГИМО Юрий Вяземский. Уважаемые друзья, и сегодня я играю с Сан Санычем из Москвы. Сан Саныч, чем именно император Карфагена не угодил Августесу Четвертому? Не причина этого узурпаторства, это и так понятно. А чем именно? Юрий Павлович. Не мешайте, я разговариваю с умным человеком. Юрий Павлович, это КВН. Так. Здесь не нужно отвечать на сложные вопросы. А нужно? А нужно просто легко и весело радовать зрителя острым юмором. Искрометные сатиры, да подарить им улыбку. Команда МГИМО, чем вы собираетесь брать? Вы знаете хоть одну историческую цитату? Финита ля комедия. А, комедия уже не тот. Ин кавэну веритес. Уважаемые друзья, вот шутки написаны Евклидом. Но это будет не смешно залу. То есть Платону и Гусману это было смешно, а залу нет? Юрий Павлович, а почему вы решили нам помочь? Просто мне, как говорили в свое время в Древней Греции, нихренус делус. Так сказать, дело чести. Прямо жгу. Ну что ж, мгимошники, запомните, сегодняшняя победа вознесет вас на Олимп высшей лиги, а поражение в посольство в Руанде. Ну что, мгимошники? Все. Все, мгимошники. Собрались? Да! Чтобы стать водителем высокого уровня, необходимо, чтобы твоим первым инструктором был папа. Сейчас, сейчас, мужчина, мы тронемся, мы догадаемся, что мы на ручнике стоим, только чер не подсказывать. Вот это штат! Вот это штат! Вот это штат! Ручник. Что себе надо делать? Поднимать. Опускать. Внимание. На дороге главное внимание. Ты мой маленький. Поехали. На дорогу смотри. Я смотрю. На дорогу смотри, пожалуйста. Я смотрю. Ох, отвечай, на дорогу смотри. Куда придется? Тормози! Тормози! В тройку! В шестерку! В шестерку! С-класс! С-класс! Он выбрал С-класс! Прекрасный выбор! Сейчас, сейчас, мужчина, мы выйдем, у меня просто сын, дебил. Папа, мы будем маме говорить? Нет, мы без ее ведомую квартиру продадим. Только чер не подсказывай. Чер не подсказывай. Друзья, и что хотелось бы сказать в конце? Какой конец? Скандал только начинается. Ведь клешни антидопингового комитета добрались и до премьер-лиги. Что обнаружили в крае прежнего жюри одному Маслякову известно. С вами вновь Дмитрий, сын России, губерниев. И я спускаюсь в эпицентр событий на Судейский мостик. Сегодня здесь сплошь заслуженные люди, проверенные высшей лигой и на Гиев. Мы видим, как волнуется Гарик Мартиросян. Еще бы! В зале присутствует его первый тренер, Александр Васильевич. Ну что же, друзья, к делу, как вы знаете, пять российских спортсменов были дисквалифицированы на две Олимпиады. Что будем делать? Я знаю, можно я! Сочинскую Олимпиаду нужно рвать, а некому. Одна надежда на вас. Значит так, завтра тренировка в 8 утра. Хорошо, Ермольник, 9. Можете часик поваляться. За старшего Гусман. Пускай скорость уже не та, но опыт. Как-никак Бьерн Даллинг военовского движения. О, вот так составчик! И только глядя на такой состав, я могу с радостью крикнуть «Давай, Россия! Давай!» Уважаемые друзья, а закончить наше приветствие мы хотели бы словами нашего ректора. Ребят, финал, вы молодцы. Так что расслабьтесь, играйте в свое удовольствие. На кону ваши дипломы. Завершает приветствие финальной игры команда Квен Московского Института Инженеров Транспорта. Визит! Встреча на высшем уровне мы решили начать с детской непосредственностью. Кто в финале победит, скажем, без опаски, это будет наш визит. Мы не верим в сказки, нам не прямо подмигнет трепещий соперник и поставит больше всех Парадач-волшебник. Привет, волшебники! Доброе утро! Братцы! Братцы! Сынок! Что за песня? Пап, не волнуйся! Вы, кстати, тоже не волнуйтесь, это реально мой папа. Итак, папа, тема визитной карточки, встреча на высшем уровне. Вот мы и решили задобрить наших гостей. Пойди сюда, сынок. Да, пап, человек. А где молокососы? А, пап! Ну, никому не калакососы! Пап! Ну что же, давайте начнем. Все, что сейчас происходит в мире, очень скоро станет историей. Итак, представьте себе, экзамен по истории России, 2100 год. Итак, Тимур, какая тема билета? Россия, начало 21 века. Отлично, назовите мне правителя, который правил с 2008 по 2012 год. Не путайте с придворным шутом. Его расстреляли, подумайте, Тимур. Меня не интересует, кто сейчас, ладно, не знаете. Хорошо, тогда следующий вопрос. Восстание людей против машин отечественного производства. Бракованное. Что бракованное? Что-то бракованное. Что именно бракованное? Что-то бракованное. Там все было бракованное. Тимур, не знаете такие вопросы, кошмар какой. Контрольный вопрос. Битва при Черкизово. Битва при Черкизово. Битва при Черкизово. Войска московского князя встретились в битве с печенегами и оттеснили их на новые земли влюблено. Так, 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 интересно. И кто был московским князем? Лужков Долговечный. Так, так, и княжна его? Батурина Счастливая. И почему она получила такое прозвище? Потому что ей на удивление везло в любом бизнесе. Ах, Тимур. Тимур, Тимур, все равно не сдали, прилетайте осенью на глайдере, будем сепультировать. А надо было учиться, Тимур, что я могу сделать? Андрей! Да, Николай Николаевич. Я сестрах не видел. А что такое? Да тут родители к ним приехали. Николай Николаевич, они в гримёрке. Процветайте и радуйтесь, они в гримёрке. Друзья, в последнее время стало очень модно ходить на различные арт-хаус-постановки, в которых иногда не только зрители, но и сами участники не понимают, что происходит. Давайте и мы окажемся на одной из таких постановок. Россия! Мать моя Россия! Кукушка! Спой мне, петуха! Ку-ку! 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 Вы покушаетесь на классику 2007-го года. Это же немецкая пьеса «Дермо». И кто режиссер этого, этого вашего, извиняюсь, «Дермо»? Не извиняйтесь, это я. Я Виталик Жоов. И мне безумно приятно, что от всей пошлости и разврата мы отгородились стенами нашего театра. Ну что ж, друзья, подытожим. Мы уникальная команда клуба, потому что у нас весь сезон играл Жан-Поль Бельмондо. Причем это фотка Николая Николаевича. С вами была команда КВМ «Визит». Спасибо! Прессия сыграна. Максимальная оценка за этот конкурс – 5 баллов. И пока наши уважаемые судьи готовятся выставить оценки, команды выходят на эту сцену. Команды я буду называть в том порядке, в котором они выступали в приезде. Первыми нас радовали командчики из Красноярска – «Виосипед». Все судьи – 5 баллов. Мужская сборная – «Куб Гау». Все судьи – 5 баллов. Команда из Ярославля – «Дас из Факт». 5-5-4-5-4. 4,6 – средний балл. 25-я – «Воронеж». Все судьи – 5 баллов. Команда КВМ «Пара по парам» – «МГИМО». Все судьи – «Пятерки». И завершали приезды КВНщики из Московского института инженеров транспорта. «Визит». 5-5-5-5-4. 4,8 – средний балл. Первое знакомство с командами состоялось, и мы продолжаем игру. Разминка. Саммит большой шестерки. Такова тема нашей разминки. У меня на столике разложены вопросы, приготовленные самими командами. Ну, а кому какой достанется, решит случай. Во всяком случае, один ответ у них уже наверняка есть. Итак, прошу, первым тянет билет. Счастливый, а может быть и нет. Команда КВН «Кубгау». Быстрее. Начался бархатный сезон. Как планируете отдыхать с поправкой на кризис? МГИМО. Начался бархатный сезон. Как планируете отдыхать с поправкой на кризис? С поправкой только в Госдуме отдыхают. Мужская сборная. Начался бархатный сезон. Как планируете отдыхать с поправкой на кризис? Дома. На бархатном диване. Ну что ж, пока очень весело. И Виосипед выбирает вопрос. Назовите, пожалуйста, все планеты Солнечной системы по степени удаленности от Солнца. Уже хорошо. И Воронеж готов ответить. «Назовите, пожалуйста, все планеты Солнечной системы по степени удаленности от Солнца». Ну смотрите, ну дальше всех от Александра Васильевича Леонид Ермольник. Потом господин Ефремов. Дальше смешнее не будет. Назовите, пожалуйста, все планеты Солнечной системы по степени удаленности от Солнца. А на ты или на вы? Чтоб я знал, как ты себя позиционируешь. На ты. На ты. Еще раз тогда, можно? Назовите, пожалуйста, все планеты Солнечной системы по степени удаленности от Солнца. А ты какое Солнце имеешь в виду? Которое в космосе или которое в Кремле? Назовите, пожалуйста, все планеты Солнечной системы по степени удаленности от Солнца. Значит, планета Суши на Ленинградке. Планета Суши на Маяковке. Планета Суши на Маяковке. Будем считать, что 1-0 мы ведем. That's a fact. Прошу. Не ждите подвоха. Скажите, если бы не было КВНа, какую телепередачу нужно было бы придумать? Мужская сборная отвечает. Скажите, если бы не было КВНа, какую телепередачу нужно было бы придумать? Знаете что, если бы не было КВНа, много телепередачи пришлось бы придумывать. Да, Гарик? А, кстати говоря, никто, в общем-то, и не спорил Виосипед отвечает Скажите, если бы не было КВНа, какую телепередачу нужно было бы придумать? Не надо передачу, надо придумать большую такую стройку молодежную На которой трудились бы молодые люди, более пяти миллионов человек Метро? Ну да, например Скажите, если бы не было КВНа, какую телепередачу нужно было бы придумать? Если бы не было КВНа, их бы некому было придумывать, да, Гарик? Продолжаем 25-е Воронеж Вопрос Почему в Москве на День города всегда ясная погода? Почему в Москве на День города всегда ясная погода? Чтобы даже боги завидовали МИД Москва Почему в Москве на День города всегда ясная погода? Потому что жители Подмосковья не могут разогнать тучи обратно Мужская сборная Почему в Москве на День города всегда ясная погода? Чтобы в пробках было приятнее стоять Почему в Москве на День города всегда ясная погода? Потому что Лужков отменил парад дождей Спасибо И следующий вопрос Прошу Скажите, это правда, что недавно сын министра образования не сдал ЕГЭ? Скажите, это правда, что недавно сын министра образования не сдал ЕГЭ? Да, поэтому теперь правильно говорить Йогурт и договор Мужская сборная отвечает Скажите, это правда, что недавно сын министра образования не сдал ЕГЭ? Поговаривают, что и сам министр образования не сдал ЕГЭ Спасибо большое Замечательнейшая была разминка Никогда лучше ничего в своей жизни не видел И давайте одарим громкими аплодисментами команды за это бесподобное действие Итак, жюри готово распорядиться максимум 6 баллов, чтобы выставить оценки за разминку Виасипед, Красноярск 5-5-4-4 5-4,6 Мужская сборная, Краснодар 5, 5, 6, 5, 6, 5, 4 десятых. That is fact, Ярославль. 5, 5, 5, 5, 6, 5, 2 десятых. 25-я Воронеж. 6, 6, 3, 5, 6, 5, 2 десятых. Пара по парам, Гимо. 6, 6, 6, 6 и Дмитрий, 6. 6 баллов ровно. Визит Москва. 5, 5, 4, 4, 5. 4, 6, 10. Итого в сумме у нас за два конкурса следующие оценки. Виосипед Красноярск. 9, 6, 10. Мужская сборная Кубгау. 10, 4, 10. Дасты факт Ярославль. 9, 8, 10. 25-я Воронеж. 10, 2, 10. Пара по парам, Гимо. 11 баллов ровно. Их визит Москва. 9,4. О строгих цифр перейдем снова к юмору. Впереди нас ждет последний конкурс. Итоги конкурса внесут уже окончательную ясность в нашу игру. А значит одна из команд станет представителем высшей лиги следующего сезона. Таким образом они как бы окажутся в будущем. Мы из будущего. Такова тема нашего домашнего задания. И начинает его командасты факт Ярославль. Судя по содержанию современных аналитических телепередач, их придумывают какие-то странные люди. Итак, ближайшее будущее. Одна из таких передач. Здравствуйте. Я Вячеслав Жук, ведущий аналитик этой программы. В прошлом офицер вьетнамской армии. С 69 по 72 сбивал американские вертушки. Ого, очень правдоподобно. Но где твое круглое лицо и узкие глаза? Я думаю, не стоит опережать события сегодняшнего финального банкета. А ты кто такой? А я ведущий программы Тахир. Всегда мечтал об азербайджанском имени. И мой кумир, величайший психотерапевт Анатолий Кашпировский. Именно он сформулировал три правила публичных выступлений. Не торопись, не стесняйся повторять, не пренебрегай психотропными газами. Привет, я Буратино. Я спасаю маленьких животных от больших неприятностей. И сегодня я спас дельфина. Как вы видите, необоснованная экспрессия. Это фишка нашей команды. Я буду репортером, но кто будет героями наших сюжетов? Никаких проблем, их будет играть Роман. Привет. Кстати, Роман реквизитор. Но у нас же никогда не было реквизита. Ну и Роман не всегда вменяемый. Это шутка из приветствия. И что? Я хочу, чтобы она стала культовой. Итак, вся команда в сборе, и мы можем снимать свою телепередачу. Но мы для начала должны определиться с главным принципом. И какой же будет главный принцип у нашей телепередачи? Мы не говорим правду, мы предполагаем. А как будет называться эта телепередача? Куница Тудэй. Чего? Какая разница? Внимание на экран. Команда КВН «Дас Ист Факт» представляет телепрограмму «Куница Тудэй». Игорь Штенге – оператор. Вячеслав Жук – ведущий аналитик. Буратино – специальный корреспондент «Радикальный эколог». Вчера кто-то спас морских кондиков от нефтяного пятна. Ведущий – Тахир Дос Сантос. Куница Тудэй. Они не говорят правду, они предполагают. Если мы не говорим правду, что мы можем рассказать зрителям? Ничего дельного. Ничего дельного. Что купил? Матрёшку! Ничего дельного. Что это? Государственная дума. Ничего дельного. Как вы поняли, наша программа умеет вовремя замолчать. Вячеслав, российские спортсмены соблюдают режим? Соблюдают. Но ты ничего не докажешь. Продолжим. Буратино из гипермаркета о ценах на продовольствие. Поведайте. А вы собираетесь снижать цены на хлеб? Возможно, сейчас мы ждём дотации со стороны государства. Индийская жаба выражается конкретнее. Коррупция в России. Хорошо или плохо? Как считаешь ты? Не ты, а вы. Хорошо. Как считаете вы? Поздно я завёлся. Наша программа закончена, и мы уходим в закат. Мы думаем, что финал нашего видео сказал всё за нас. Нам остаётся только добавить. Спасибо вам всем за сезон. Кто знает, может быть, в последний раз, ведь если они станут чемпионами, то попадут в высшую лигу. На эту сцену выходит команда КВН «Пара по парам». МГИМО. Друзья, Москва — город будущего. И всё меняется здесь с космической скоростью, кроме градоначальника. С поздравительной речью в честь Дня города на сцену приглашается мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков. Слушай, мир! Слушай, Россия! Слушай, девочка моя, Москва! Только что с поздравительными речами перед тобой выступили 10 префектов Москвы на площади. Остались только те, кто действительно любит свой город. Заместители префектуры. Сегодня в концерте для вас выступит Дима Билан. Группа «Биз» Сергей Зверев. Короче, разрешил! Как говорит мой друг Зураб, лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. Так что песня, и не суди меня строго, столица. Вот еще один годок мы с тобою провели. Давайте все вместе, все 10 префектов Москвы. Вот еще один годок мы с тобою провели. Я сяду в машину, поехал в стену, ты мой красиво увидишь. Москва — прекрасный город, который ничем не уступает любому европейскому. И мы представляем вашему вниманию свой ответ на европейский канал новостей «Евроньюз». «Москвау Ньюз». Внимание на экран. Российская Примадонна Пугачева полгода назад ушла со сцены. За это время она отошла от сцены на 376 километров. По данным Москомстад, самой пьющей станой была признана зимой Россия, а летом Турция, Египет и Таиланд. После победы на московском Евровидении Александр Рыбак зажрался. В Москве был подписан договор о строительстве нового газопровода, минуя Украину. В Людерсах была поймана предприимчивая бабушка, которая продавала шелуху от семечек, педантично склеивая ее и выдавая за исходный продукт. Недавно в столице начал свое вещание самый достоверный метеоканал. Вчера в Москве было плюс 19 градусов. О том, что было сегодня, мы узнаем завтра. До завтра. Недавно в Москве прошел парад трамваев. «Музыка» 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 «Уважаемые друзья, а закончить свое выступление мы хотели бы словами российского посла в Амстердаме». Не, ну весело, весело. «Музыка» «Навсегда» «Музыка» «Третьей командой, показывающей свое домашнее задание, будет мужская сборная. Краснодар». «Без прошлого невозможно будущего». Итак, представьте себе, 30-е годы заседания на одной из строительных организаций Италии. «Дети мои, у нас заканчивается цемент. Враги стоят в пустых тазиках. Остановите домашку!» «Мужики, меня только что за кулисами укусила женщина. Мне кажется, я превращаюсь в женщину». «Я знаю, что делать. Нужна таблетка мужика». «Да, киньте ее в мохито». «Дима! Я понял, что нужно. Нужно, чтобы его укусил настоящий мужчина. Пусть его укусит Нагиев». «Да, пусть укусит. Пусть искусает меня. Несите ему пила и раки. А ты мне их почисти?» «Да! Я знаю, нужно, чтобы он говорил мужские вещи. Аршавин!» «Да!» «Лучший нападающий!» «Да!» «Но он женат!» «Дима!» «Отнесите меня к Сан Санычу. Хотя, если ему так надо, пусть сам подойдет». «Дима!» «Как только вы меня держите, ведь я такой толстый!» «А вы такие сильные!» «Будь мужиком! Вставай!» «Не помогайте мне! Я сам!» «Давай!» «Давай!» «Не могу!» «Белобрыстый до конца!» «Да!» 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 «Я мужик!» «Да!» 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 «Ну и напоследок о кино в будущем. Согласитесь, чтобы снять хороший фильм, всегда необходима киностудия, хорош сценарий и звездные актеры. А мы считаем, что для этого необходима обычная любительская видеокамера, звонкий голос и обычные люди на улицах. Внимание на экран! «Зина!» «Две Зины!» «Петя!» «Один Петя!» «Елистрат!» «Шестеро не простят своих родителей!» «Брэд Питт!» «Оптимист!» «Евро по 27!» «Окупили по 45!» «Сто баксов!» «Не поступили!» «Работа в Макдональдс!» «Приняты!» «Москвичи!» «Коренные!» «Тимати плохо!» «Сережа Акакин!» «Акакины всей семьей!» «Когда маршрутка отходит!» «Вся информация у водителя!» «Сынок!» «Стесняется своего отца!» «Дешевое пальто!» «Конь!» «Карменщики!» «Нас много!» «В конце сезона, конечно, хотелось бы сказать огромное спасибо КВНу!» «Ведь, посудите сами, Премьер Лига — это единственное место, где финал — это лишь начало!» «С вами была мужская сборная!» «На сцене команды КВН 25-я, Воронеж!» «Наше будущее — это дети, поэтому этот конкурс мы посвятили им!» «Акак представьте, ночь в обычном пионерском лагере» «Девки!» «Чего?» «Прикиньте, мы с Димкой уже целовались, и я беременна» «Ой, да врешь ты все, Бородина!» «Девочки!» «Тихо!» «Юль Сергеевна, а диджей ваш жених?» «Нет» «Я же говорила, что не обязательно чтоб жених был» «А любопытные Варвары на базаре ночи в Варваре» «Так, все, давайте в нашу игру играть» «Кошка сдохла, хвост облез, кто заговорит, тот ее и съест» «Ёль» «А Роман Сергеевич кошку съел» «И че, ты бы так заблудилась» «Ты че пришел» «Ты куда ракетку теннисную поставила» «В морозилку» «А, ну смотри, я валанчики в столовой взял, ты как закончишь, приходи бухать» «Блин!» «Играть, играть я ему буду» «А что такое бухать?» «Тихо!» «Девки, овца ушла» «Нет, Виноградов, овца здесь» «А ты завтра на дискотеку не идешь» «Я не Виноградов, я Мельников» «Так, Виноградов, иди спать» «А Виноградов с Мельниковым курица-то» «Девки, овца ушла» «Мельников, ты тоже на дискотеку не идешь» «Блин, Виноградов, я тебя убью» «А я видела, как Мельников с Мельниковым курицом...» «Ёль Сергеевна, а расскажите страшную историю» «Девочки, чем вам сто раз рассказывать, я лучше один раз покажу» «Ведь самое страшное, что вообще может быть, это реклама на Воронежском телевидении» «И вон там ее сейчас покажут» «Мальчишки и девчонки, а также их родители» «Хорошие диваны, увидеть не хотите ли» «Хорошие диваны в магазине ТМЦ» «Хорошие диваны, стулья и столы» «Хочешь приколоться над танцующими котами?» «Узнать дату своей смерти?» «Считаешь, что твои фотки в купальнике должен увидеть каждый?» «Интернет!» «Теперь и в Воронеже» «Главпочтом» «Площадь Ленина 3А» «У тебя две ноги» «Любишь ходить» «Можешь отличить круглое от квадратного» «Футбольному клубу «Факел» «Требуется нападающий и голкипер» «В куртке пилот, ты больше не самый крутой в городе» «Футболка с «Титаником» «Перестала вызывать восхищение» «А майка «Ес ноу» «Теперь не предмет всеобщей зависти» «Приезжай в Воронеж!» «Подари своим вещам вторую жизнь» «Селиванов Петр Геннадьевич!» «Помощь не на словах, а на деле» Семнадцатого октября в ДК имени Ленина состоится концерт Лены Зосимовой. Ну Лены Зосимовой, ну она еще эту песню пела. Подружки мои, не ревнуйте. Вспомнили, нет? Ладно, все, не состоится. Ну и, собственно, почему мы сегодня решили поговорить о детях? Просто мы так с ребятами подумали и решили, что дети, они ведь намного умнее нас с вами. Ну согласитесь, ведь ни один ребенок не продал доллары в октябре. Дети едят зубную пасту, потому что она вкусная, а не потому что кризис. Поэтому, дорогие друзья, не торопитесь взрослеть, ну по крайней мере еще лет пять. Спасибо. Продолжает наше домашнее задание команда КВН «Виосипед» из Красноярска. Друзья, сегодня хотелось бы поговорить о будущем. В будущем каждый из нас мечтает завести семью, но не у каждого это получается с первого раза. Итак, представьте, 9-е, 0-9-е, 0-9-е, обычный московский ЗАГС, жених только что сказал «нет». «Ай, ромалы, поздравим молодых! Ах, это свадьба!» Что, мы поехали, наверное? До свидания. До свидания. Валер, подарок забери. А, подарок покупали, че ж так как бы... Это не наш. А, нет. Галя покупала, извините. До свидания. До свидания. Так, а я не поняла, а кому квартира-то достанется? Бабушка, вы-то не лезьте. Мне просто скучно. Скотина! Ты ж нам весь праздник испортил! Да кто-нибудь уберите там аду! Да я сама уйду! Мужики, невеста с мамой идет! Тихо, тихо, тихо. Она под успокоительным. Горько! 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 Это я про лекарства. Людмила Ивановна, вы же знаете, я машеньку... Ты сказал «нет». Да ну что я там сказал? Ты сказал! Но я на тебя не сержусь. Если честно, она мне тоже не нравится. Вы ж меня не дослушали! Просто когда подошел свидетель, говорит мне «а у невесты есть красивые подруги?» Я говорю «нет». То есть ты считаешь? Да ты-то куда лезешь? А я думала, ты меня разлюбил. Да, Машунь, ну ты че? Я ж люблю тебя! Так давайте поздравим! Ребят, стоп, 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 стоп! У вас ресторан до 12 часов проплачен. Освобождаем помещение. Освобождать? Леш, а может быть в кино? Помнишь? Ну, как на первом свидании идет какой-то дурацкий фильм. Мы целуемся весь вечер. Ну точно, давайте сейчас все вместе, гости, пойдем на какой-нибудь дурацкий голливудский фильм. А пойдемте! А знаете, знаете, действительно, бывает смотришь какой-нибудь глупый голливудский фильм, и просто в голове не укладывается. Ну ладно, Человек-паук, ладно, Люди Икс, но это все их истории, мы туда не лезем. Но когда Голливуд замахивается на русскую историю, вот это уже смешно. От создателей «Бетховена 4» и «Один дома 4». Ну там, где уже не Макалей Калкин. Впервые звезды Голливуда говорят на русском. В роли Сталина Морган Фриман. Витрин самого душа. При участии Бенисио Дельтона. Михаил Ранин. Бенисио! Непредсказуемая русская погода. Секреты силы русских. Кажется, я ранен. Водки, пей немножко, чуть-чуть водки. Двигатель не заботится. Вот, полей немножко, чуть-чуть водкой. Детальное восстановление русских традиций. Иван, к тебе на фронт приехала мама Галина Ивановна. Большая вероятность премии «Оскар» за вот эту вот сцену. Новый взгляд на историю. Гитлер. Иван. До свидания. Фильм по мотивам игры «Call of Duty» Скоро. Дорогие друзья! Дорогие друзья! Мы все здесь, стоящие на авиасцене, студенты педагогического университета. И в будущем каждый из нас станет преподавателем. Представляете, какая жизненная ирония? Стоят учителя, и как дети волнуются из-за каких-то оценок. Последнее свое домашнее задание будет нам показывать команда «Квен Визит» Московский институт инженеров транспорта. Ну что же, друзья, вот и подошло время третьего конкурса. Не только современная молодежь думает о будущем России, но и оппозиционный телеканал «Колючка». Здравствуйте! В студии я, Аркадий Заноза. Разносил ботинки и правительство разнесу. Вот, пожалуйста, в Пензе построили новую детскую площадку. Интересно, а куда дели старую? А может быть, она сейчас на даче у одного из депутатов Пензенской областной думы? Это списанная детская площадка. Телеканал «Колючка» – манту российского телевидения. Чешемся только мы и мочить нас нельзя. Здрасте, что у вас? У нас во дворе по указу префекта уже второй месяц что-то копают. Что вы там ищете, прихвостни префектуры? Быть может, совесть, которую потеряли, придя к власти? Я не могу говорить, но и молчать я тоже не могу! Какие у вас проблемы? Я выяснил, если взять имена и фамилии всех членов нашей префектуры... Так! ...присвоить каждой букве цифру и сложить их вместе... Так, так, так! ...то получится число 666! И что, у вас есть документальное подтверждение? Пожалуйста, вот они! Вот они! Боже мой, да я глазам своим не верю! А что вы на это скажете, госпожа Набиулина? С вами был телеканал «Колючка»! Дошел до премьер-лиги, дойдет и до премьер-министра! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шенок! КВН КВНом ты обедал? Пап, ну я... Погоди, что это у тебя? Ну, пап, хорош ты чего! Хорош! Друзья, ну вот согласитесь, вот родители всегда смотрят на нас, как на детей! Иногда... Иногда видят нас, наверное, именно такими! Внимание на экран! Давай-давай, держи равновесие! Давай, сам-сам! Пап, ты меня не держишь! Папа! Мама, а можно я у вас посплю? А что случилось? Эта дура меня выгнала! Ну, пожалуйста, купи! Нет! Тогда я убегу из дома, и меня никто не найдет! Да ладно, куплю! Ура! У меня будет военный билет! Вот ты мой сладенький! Пап, я играю! Ребят, у меня опять одной масти, я вабанк! А ну-ка, дай посмотреть! Не обманывай людей! Я тебе сколько раз говорил, не обманывать людей! Я такая... О-о-о! Ну, иди сюда! Миша, он сам пошел! Ты мой хороший! Пап, а откуда дети берутся? Сынок, дети – это венец творения природы, и награда двум любящим сердцам за их верность чувствам. Походу, так и получилось. Папка вернулся! Папка вернулся! И, наконец... Наконец, друзья, заканчивая сезон, я хочу сказать, что мы действительно уникальная команда нашего клуба. Потому что у нас есть прошлое, настоящее и за нами будущее. С вами была команда КВН «Визит». Спасибо! Команды закончили свои прогулки во времени, и теперь пришло время найти себя в настоящем. Команды, прошу вас на сцену. Оценки за последний конкурс максимум 5 баллов. Прошу вас, «Виосипед» в Красноярске. Четыре, 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 четыре... Четыре. Четыре балла ровно. Мужская сборная, «Краснодар». Четыре, четыре, пять, пять. Пять. Четыре целых шесть десяток. Даст из факта, Ярославль. Четыре, 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 пять. 5, 4,4. 25-я Воронеж. 5, 5, 5, 5, 5. 5 баллов ровно. Команда НГИМО. Пара по парам. 4, 4, 5, 5, 4,6. И завершаем нашу игру КВНчики из Московского института инженеров транспорта. Визит. 4, 4, 5, 5, 4. 4,4. Что же скажут наши судьи? Прошу впечатления об игре. Дмитрий Нагиев. Хорошо сказано. Есть прошлое, настоящее, за нами будущее. Я вам благодарен. Я получил колоссальное удовольствие. Просто спасибо большое всем. Вы все великолепны. Спасибо большое. Спасибо, Александр Васильевич. Спасибо, Сад. Спасибо. Спасибо. Гарик Мартиросян. Я бы для себя и для всех отметил видеоконкурс команды из города Воронежа. Это очень смешно. И, а также видеоконкурсы других команд. Ну, если быть честным, да. Я сам тоже не знаю, Александр Васильевич, какая из команд победит. У нас очень разные оценки. С нетерпением буду ждать. Всех поздравляю. Спасибо за приглашение. Ура! Михаил Ефремов. Все очень, конечно, интересно. И очень много команд, и очень много молодых лиц. И КВН — это молодость мира, и его возводить молодым. Но больше всех мне понравилось две таких вот команды, ну, блатных. Одна династийная, а другая мимо. И, конечно, девочки. Но и остальные хорошие. Так что все. А вы, ребята, даст и слаг. Пока молоды немного. А так все хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Леонид Гермонев. Большое всем спасибо, что меня позвали, потому что меня первый раз пустили на заготовительную базу. Вот. Потому что я-то всю жизнь в вышке сижу, а вот, оказывается, здесь все это выращивается, а потом уходит к вам. Да? Туда. Да нет, нет. Гарик, да, я с тобой разговариваю. Сейчас модно. Сегодня КВН-щики все время тебя обращают. Я тоже. Можно мне микрофон включить? Я прошу прощения, Леонид, что прерываю. Просто настолько часто сегодня упоминается Камеди Клаб, что телезрители подумают, что в жюри можно попасть только через Камеди Клаб. Это не совсем так. Но ты же попал как-то по-другому. Я сюда попал как капитан команды КВН. Новые армяне, город Ереван. Спасибо. Это нацпроект. АПЛОДИСМЕНТЫ Серьезные выводы. Да, должен был сказать, что я не согласен, что это вот та самая база, где выращиваются молодые таланты, потому что молодые таланты в КВН выращиваются по всей стране и даже по всему миру. В школах, в институтах, на фабриках, в войсках, частях. Это так здорово, что вы здесь возвращаетесь с помощью премьер-лиги. Иногда уже ту усталость металла, которая есть повыше, нет ее еще есть. Здесь атмосфера праздника, счастья и, главное, молодости. Я желаю, чтобы эту молодость вы в КВН пронесли и в высшую лигу, и по всей жизни. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое нашим судьям. Ну, а теперь подведем итоги игры. Итак, шестое место занимает команда КВН «Виосипед» Красноярск с результатом 13,6. На пятом месте команда КВН «Визит» Москва 13,8 баллов. Даст из факт Ярославль на четвертом месте 14,2 баллов. На третьем месте с результатом 15 баллов ровно расположилась команда «Мужская сборная» Красноярск. Команда КВН «25-я» Воронеж. Второе место 15,2 баллов. Ну и, собственно, к чему весь этот год я шел, тем он и закончился. Победитель сегодняшней игры команда КВН «МГИМО». «Пора по парам». Поздравляю. танца и друзья друзья буквально вырывая микрофон отцом богом прошу у жюри есть просьба у нас суть просьбы суть просьбы изложит нас речисты любимые поняли с вашей просьбы вы хотите чтобы взяли еще 25 воронеж так дело в том что эти решения по традиции принимают иногда наш президент поскольку он в партере отсутствует вот там вот присутствует я прошу вас вы знаете это красиво звучит в древнем риме если вот так поднимал палец цезарь это означало я вам скажу почему это не потому что замечательные девочки замечательные играли они провалились довольны что взгляд не на взгляд жюри только на разминке поскольку это спорно и было бы очень грустно что мнение одного пожилого джентльмена погубила молодую красивую команду воронежа я обращаюсь вместе с вами к нашему президенту пожалуйста сан сич или так палец или так палец если так то вы берете в эту команду высшую лигу на самом деле лучше финала и не придумаешь большое спасибо нашим клиентам большое спасибо зрителям большое спасибо нашему уважаемому жюри мы будем вас ждать в следующем году чтобы также легко распоряжались путевками высшую лигу спасибо большое всем пока увидимся на первом канале